Ребята, херяча где-то так близко. Мобильной связи опять нет. Дочка мне звонит, звонит, и не может дозвониться. А мне что, садиться в машину, ехать за ней? И что мне делать? Два огромных хлопка взрыва. Стёкла затрусились. Ой, блядь. Это пиздец. Омный, блядь. Фу, сука, где-то тут. Прям где-то вот тут. Вот тут где-то. Фу, не могу, всё тело трусится. Всё тело трусится. Ой, смотри. Сегодня суббота. Ну, ребята, я смотрю, город переполнен. Тоже всегда в выходные дни, так более-менее утром. А это тяжело. Хочу сказать, с утра свет. Я, как, знаете, это информбюро, блин. Ну, потому что много с ней просмотрят. Которые уехали люди. Им надо знать, им интересно. Тут родственники их не живут. В общем, светофоры работают. Электроэнергия есть. Суббота началась. Пока всё хорошо. Я поднимаю сейчас на гору, там, где космическое. Суббота. Суббота. Сорвался. Дорога такая. Вот, смотри, как я. только что была заходила в супермаркет за водичкой ажиотаж страшный боже грибут все подряд все подряд опять но с другой стороны воды воды вообще супермаркетах сейчас нет а другой стороны что людям правильный другой вот но что им делать тем более супермаркеты работают через раз это страшное время мы короче живем и где же найти эту нотку позитива вот где найти эту нотку позитива прям не знаю что-нибудь такое вам веселенькое рассказать а то так можно унывать унывать включил нателлу а там не чуть-чуть такой замуте придумаем а жизни так сказать о нашей женской до девчонки ой пошел живым живое жить то надо жить то надо и жить так хочется и поесть знаете я сама большая радость когда в доме тепло и есть свет вы даже не представляете как это какая-то радость почему представляете всем люди разъехались пусто никого нет вот пустой так губы начала красить вот и что-то так не хотелось ой простите извините ой ой то в жар то в холод успела доверить борща надо поесть никакой информации нет вы не прекратились телеграме пишу что летят ракеты летят 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 то голова разболелась перенервничала страшная но кушать то надо я вчера жила сухомятку целый день так девочки от мой хрюм вот мы перчик горький без пампушек покупаю горячих ой ой боже у него голова болит чувствуешь надо поесть чувствую понимаете потому что до такой степени уже свело желудок ну будешь такую на скорую руку все очень быстро-быстро закипела закипела по закидывала до свидания до вкуса давила боже какой хороший фрён кстати такая баночка на а ты бы на солнечном фрёра самодельного такой как я делаю вот такая баночка 30 гривен маленькая 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 помните были раньше майонезовые баночки вот половина на этой баночки даджику продают бабушки выносят да вкуснятина ладно приятного мне аппетита немножко успокоились мама по родам ходит нервничает так сильно еще с соседом порухалась женя же уехал с детьми в норвегию остался этот мальчик никита они раньше дружили с этим с моим степашей ну дразнили иногда я сто раз говорила не дразните собаку не дразните собаку в общем степашу ничего совершенно не не делает туда вообще даже и не смотрится в свою сторону просто гавкает ну они там машины ремонтируют к ним люди часто приходят у них трактор нашу мои собаки глаза закрытие не гавкать представляете я приезжаю сегодня мало того что ракеты летят бомбят вот этот квартирант молодой и общему тут редко вижу я только вижу что я только слышу его фондом через машины по ночам свет включает ну неважно тайну ихняя жизнь пускай живут говорит моей маме а я вот тут на кухоньке готовит на маме слышишь если ты не решишься своей собакой я ее отравлю и останешься ты без собаки вера белая добелела вера а я еще яхо яс услышала она таша наташа она и говори а вера им говорит там и поняли какие вы уже люди мы поняли и наташа наташа заявляю в полицию моего степана хотят отравить ребят я короче выражениях было не цензурно правда понимаете уже поговорили мы о собаке с его женой уже поговорили я говорю смотрите углам ну и сколько вы же знаете сколько я делала замечаний вашему сыну чтобы он не дразнил его он его не дразнил или никита я тебя делала замечание молчит голову опустил ветер и молчит если б нет он бы сказал бы нет вот она меня здрасте он женя уже не свидетель но не важно собака есть собака собака должна или вольере или на привязи но моя собака живет в доме она выходит на улицу чтобы погабкать про побегать дел сделать свои туалетные дела правильно не будешь трогать собаку собака тебя никогда не тронет ко мне люди приходят она никого не цапает ни разу никого не цапнула ладно хорошо моя собака вот такая вот такая да по их нему мнению а почему уже твоя жена поговорила со мной я сказала хорошо я буду смотреть и а ты или просто не дразни кстати поговорили все нормально все тут воно проснулась а уцеусе квартирант надеюсь у меня сбесило что ты увидел пожилую женщину в грубой форме начал с ней разговаривать как будто моя вера кусает кусает или забегает во двор к тебе слышишь ты говоришь вообще тут рамсы попутал ты кто такой нет а ты кто такая я хозяйка этого двора и это моя собака моя собака еще вам плохого ничего не сделала а ты уже двери моей угрожаешь защитник ты живут три баба а ты это сама ты что тебе не стыдно позвонила я короче своему соседу который сдает дом предупредила не дай бог волосок с моей собаки наташа сейчас позвоню еще с позвоню не минут это надо петел скандал ну зачем это надо уже все поговорили самое главное не кричи не это самое а степаша зря не будет степаша зря не будет видно шоу дразнили понимаете но дети есть дети ради бога я поговорила с этим мальчиком нормальный мальчик а родители какие то ну как это так угрожать пожилой женщине ну что это такое вообще ну что это первый раз жизни поскандалила я соседями и как ты рассказывал тут уже алкоголики жили тут и даже наркоманы жили и как то я к ним не касалась а это вроде как нормальные люди как нормальные ребят они какие-то ну они каким как то все равно война не война у них музыка постоянно кричит даже когда сирена не музыку громко включают такие шесть понимаете ночью когда комендантский час заводит трактор прогоняют я тут сплю машину ремонтирует ну я что понимаю человек работает надо как-то что-то делать и представляете вере угрожает не так не будет все равно ребят вот эти вот маленькие существа манюсенькие да они успокаивают придает сил маленький такой спит у веры на голове зашел ко мне его на ручки взяла ну такое ласковое только мочит можем одни косточки одни косточки так вроде бы посмотришь пушистенький а вот так на ручки возьмешь так на ручки возьмешь скажи да пяточка маленький кузя кузяка такие глазки а взрослые коты лютики шмутики лёвушки на улице сообщение идут и идут в общем друзья где-то в частном секторе пострадали 8 жилых домов одна женщина тяжелом состоянии да одна женщина в тяжелом состоянии дома только что фотографии смотрела вообще такие заборы хорошие показ показали красный такой дом красного кирпича забор такой красивый все нихера нету пожар 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 тут где-то недалеко в балке я знаю где-то она как раз посредине города потому что взрыв был 1 1 1 такой одинаковый что здесь что центре города все зашаталась так понервничала сегодня прямо из этого соседа прям я не знаю не могу жалко как бы там бы не было но сам со мной говори мне да говорим зачем ты женщине пожилой блин вообще что за мужики я не понимаю тем более кто степаша бантик ко мне кто кто во двор не зайдет сего и какой какой собачка какой хороший собачка знаете еще хотела сказать у меня кошка лиза кто не давно смотрит это же кошка этих квартирантов ее звали лена и не знаю почему лена ну лена ее звали и вот это лена то есть лиза моя она от них ушла не захотела с ними жить она ко мне приблудилась летнюю кухню пришла я спросила кошка ваша да наша но я через забор ее пересадила это было два года назад осенью вот когда смотрю она приходит и приходит и к левушке мостится мостится и так они я ее начала она голодная страшно я начала кормить 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 и все и назвала ее лизонька знаете почему лиза такая подлиза лизуха ручки оближет все тебе такая благодарна была за еду хе 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 я же не говорю что у вас кошки от вас даже уходят мне просто обидно правда мне так обидно мы люди про кого ничего не сделали о моей вере угрожать так е моё даже если мы может не правы что моя собака гавкает моя собака гавкает у себя во дворе Ну, даже если так, хорошо, ладно, моя собака очень громкая, вы не любите Ну, кто вы такие вообще, ну, кто вы? Вы квартиранты, ваше дело жить тихо, культурно Подойти и сказать, Наташ, так и так, вот собачка там перепрыгивает Наш сын боится Я с Никитой поговорила, говорю, Никита, так и так, это сын у тебя Мальчик, мальчик очень крупный такой, большой Ему 9 лет, но он на все 15 выглядит, такой, знаете В обиду себя он не даст никак, я говорю, Никита, смотри Главное, чтобы ты его не дразнил И то он тебя кусать не будет, конечно, он будет гавкать Он, степаша, степаша, вот это, пацан, палкой бьет по забору и кричит Степаша, степаша, и палкой по забору бьет, бьет, а этот гавкает Я говорю, не бей палкой по забору, все лето кричала, не бей палкой по забору Ладно, у меня заезженная пластинка Ну, знаете, я хоть переключилась с бомбежек на скандал с соседями А у меня так интересно, у меня это первый опыт, никогда-никогда в жизни не это, с соседями не зарывалась, правда Ну, кстати, осадок нехороший Я накричалась, наматюкалась, голова разболелась А знаете, почему матюкаться начал? Он как бык на меня смотрит Моя собака, моя собака Я говорю, что здесь, я так спокойно говорю, слушай, я говорю, разве так можно, что ты урожаешь? Что моя собака? Моя собака, я ее, бей, я ее Ах, да Ну, ребята, у меня повезло У меня повезло Кусочек, кусочек Вообще, ребят, смотрите, мне там пишите, Нателла, как там, что там, не знаю Пока вот, жива-здорова Если что-то Если что-то будет, вы услышите Или не увидите Да, смешного мало, друзья Смешного мало Лясточками, холюосенький Холюосенький такой Холюосенький Нету света, да? Сета нету Нету света Нету света Нету света Нету Нету света Нету света Вкуснаяwn света Нету света Нету света 員я